По традиции в преддверии 1 сентября во Дворце творчества детей и молодежи проходит Тверская педагогическая конференция. Руководители и педагоги школ и детских садов собираются вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы. В этом году главной темой стало образование, воспитание, ценности нашего времени. Подробности прямо сейчас. Еще до начала конференции в фойе открылась большая выставка работ «Мир увлечений тверских педагогов». Если в зале все потом обсуждают методики и лучшие педагогические практики, здесь на первых местах хобби. Работы для души, которые тоже выглядят вполне профессионально. Например, старший воспитатель детского сада номер 125 Ирина Шоудинис шьет костюмы для художественной гимнастики. На одно платье уходит две недели работы. Вечерний и ночной, конечно же, свободная от основной работы. Это же красота. Ну, моя вообще позиция, время потраченное на удовольствие, нельзя считать временем потраченным зря. Мы видим, насколько внутренне и душевно красивы наши учителя, наши педагоги. Поэтому сегодняшняя выставка доставляет огромное удовольствие. И я уверена, что такие выставки нужно проводить как можно чаще. И как можно чаще показывать родителям, что могут учителя. В этой встрече приняли участие более 300 тверских педагогов. В режиме видеосвязи их поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов. Затем началось обсуждение заявленных тем и лучших педагогических практик. Говорили и о значимых событиях минувшего учебного года. Учебный год 2022-2023 начался с замечательного события. Мы открыли новый детский сад на 190 мест, который называется Чебурашка. Завершился учебный год тоже открытием нового детского сада в микрорайоне Южный. В январе мы открыли профессиональный клуб победителей профессионального конкурса «Учитель года», который называется «Пеликаниум». Тема очень актуальная, востребованная. И мы прекрасно понимаем, что она найдет отклик у наших педагогов. И мы поставим все задачи правильно и будем стремиться к их выполнению. Важная часть конференции – награждение педагогов грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, а также вручение благодарностей и почетных грамот главы города Твери. Затем на сцену пригласили 90 младых специалистов, учителей-воспитателей, которые 1 сентября начнут свою трудовую деятельность. В торжественной обстановке они получили поздравления и напутствие от старших коллег. С недавних пор это еще одна важная тверская педагогическая традиция. Продолжение следует...